МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопрос выживания. Какая судьба ждет бывший спорткомплекс завода Текстильмаш? Статьи расходов. В Чебоксарах идет работа над бюджетом 2014. Больше самостоятельности. Какие изменения грядут в сфере местного самоуправления? Забросить нельзя, финансировать, где поставить запятую в этом предложении предстоит решить городским властям. Когда-то Дом спорта Восток был процветающим спортивным комплексом при заводе Текстильмаш. Однако теперь, чтобы вернуть его былую мощь, нужно потратить миллионы рублей. Подробности в следующем сюжете. Большой Като, Като и 2, бассейн, спортивные тренажерные залы. В ближайшее время в Чебоксарах откроется несколько так называемых фоков – физкультурно-оздоровительных центров. Учреждения для города необходимы, но не дешевые. Строить их предполагается, что называется, с нуля. И обойдется такое спортивное удовольствие в сотне миллионов рублей. В отличие от новеньких фоков, Дому спорта Восток уже не один десяток лет. Сейчас он не в лучшем состоянии, однако из него можно сделать полноценный современный спортивный комплекс. Причем стоить это будет значительно дешевле, чем построить новый. Стоит ли вкладывать средства Восток, обсудили депутаты Чебоксарского городского собрания на выездном совещании. На работы по ремонту планируется выделить 1 миллион рублей. Деньги эти были выделены, они освоены на сегодня. То, что сделано на эти деньги, вы увидели. Это и коридоры, и места общего пользования сделаны. В планах на 2014 год с управлением выделение еще 1 миллиона рублей. Это примерно треть всех средств, которые получают управление на ремонт. Третье выделяется Востоку. В планах, например, на следующий год спортивный зал и, я думаю, входная группа. С конца 80-х годов здесь практически, кроме того, что периодические гвозди забивали на расшатавшиеся двери, больше ничего и не вкладывалось. Вот последние 1 миллион рублей, которые сейчас мы как говорим, вот на что хватило. Действительно, для того, чтобы зал стал привлекательным, нужно и весь сам по себе спортивный зал отремонтировать, его преобразить нужно. Для того, чтобы люди пошли и было интересно, как нормальный, современный, комфортный зал. Чтобы существенно модернизировать учреждения, средств нужно в десятки раз больше. Выделяя деньги ежегодно по небольшой сумме, в размере 1 миллиона, мы, в общем-то, топчемся на одном месте. А здесь нужно, капитально вложив деньги, получить быстрый результат. Потому что на этой базе можно сделать очень много залов. Это для развития боевого вида спорта, это для постройки бассейна. Здесь очень можно быстро это сделать. Вложив примерно 10, 15, 20 миллионов рублей, мы получаем результат. И готовая спортивная площадка для занятий детей любого возраста. Одна из причин, которые может поставить под сомнение выделение значительных средств, это расположение спортцентра. Строили Восток при заводе «Декстильмаш». Предполагалось, что основными посетителями станут рабочие. Соответственно, вопрос о том, как туда будут добираться горожане, тогда не стоял. Однако сейчас пустовать комплекс не будет. Это ближайший спортивный комплекс для восточного поселка, Нового города и даже части Новоюжного района. Здесь и сейчас тренируются команды и проходят соревнования. Кроме того, есть у Востока и уникальная особенность. В штате физкультурно-спортивного комплекса «Восток» имеется 22 инструктора по месту жительства, задача которых входит развитие массового спорта в городе Чебоксары, организация проведения спортивно-массовых мероприятий в микрорайонах города, ну и привлечение наших горожан к здоровому образу жизни. Все инструктора, которые имеются в штате физкультурно-спортивного комплекса, закреплены за микрорайонами. В прерогативу закрепления ставится наличие спортивной базы. В микрорайоне обычно это стадион или спортивная база средней и общевразовательных школ, на котором у инструктора по месту жительства, как правило, имеются дворовые команды с микрорайона по футболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу. Необходимо, кстати, отметить, что инструктора, они не только принимают участие в микрорайонах по месту жительства, горожан, но и очень активное участие принимают в организации и проведении таких мероприятий, как Кросснация, Лыжня России, те, которые, в общем-то, без них это очень сложно сделать. У меня футбольная команда. Вот сегодня мы здесь на турнире участвуем. Сейчас играем за первое место. Наверное, уже через минут 10 мы уже чемпионом станем. Последняя игра осталась. Ведем 3-0. И так, как ни крути, а дополнительное спортивное сооружение городу лишним явно не будет. Вердикт депутатов таков. Поддержать Восток нужно. Вполне вероятно, что средства на это найдутся уже в ближайшее время. Сейчас обсуждается бюджет депутатами. Естественно, рассчитывают разные стороны. Мы не должны забывать о жилищно-коммунальном хозяйстве, потому что ежегодная экономия на какой-то отрасли, это не приводит к хорошему результату. Поэтому, конечно, пропорционально рассчитывая все риски, не исключается, что и в этот объект будут вложены деньги на развитие спорта. Что ж, вполне возможно, что средства на спорткомплекс Восток заложат в бюджет города на 2014 год. Сейчас в Чубоксарах продолжается работа над главным финансовым документом столицы. Председатель постоянной комиссии по бюджету Владимир Кузин рассказал нам, на что городу приходится тратить больше всего и как изменились основные статьи расходов по сравнению с прошлым годом. Деньги во главе угла, ну или в данном случае стола. До нового года осталось меньше месяца. И на столах у депутатов собрание проекта бюджета на 2014 год. Главный финансовый документ Чубоксар сейчас обсуждают на заседаниях постоянных комиссий ЧГСД. Каждый год мы спорим достаточно активно, приводя очень серьезные и весомые аргументы. Но в конечном счете всегда находим понимание друг друга. Есть у нас два основных блока. Это содержание благоустройства и жилищно-коммунальное хозяйство. И другая часть, самая основная, наверное, социальная. Когда смотрели статьи по социальной части, социального блока, мы обнаружили, что незначительное есть снижение по сравнению с прошлогодним, то есть с 2013 года бюджетом. И сегодня в основном вокруг этого крутились вопросы, почему мы немножко увеличиваем в отрасли ЖКХ и чуть-чуть снизили по социалке. Как заметили многие депутаты, в течение многих лет последних у нас практически всегда ущемлялась эта сторона. А капитальный ремонт жилых домов, ремонт дворовых территорий, ремонт установки малых форм архитектурных, это ведь тоже настолько необходимо, что это тоже можно назвать и так же в какой-то степени социальной сферой. Я думаю, что в основном проект бюджета, который сегодня нам предоставлен, он учитывает в основном все интересы, сбалансирован. Таким образом, ориентиры у города не поменялись, социальные сферы по-прежнему в приоритете. Кроме того, небольшой перекос в сторону ЖКХ может быть связан с тем, что, как мы уже рассказывали в прошлом выпуске, заработную плату работникам дошкольных учреждений со следующего года будет платить республика, а не город. Так или иначе, сегодня по бюджету состоялись публичные слушания. В ближайшее время уже с учетом предложений и замечаний народные избранники соберутся для обсуждения казны еще раз. Кстати, о ЖКХ и социальной сфере. По тому, как работает жилищная коммунальная система или, к примеру, транспорт в том или ином населенном пункте, люди судят о государственной власти в целом. Так считает полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич. Что сделать для того, чтобы местные вопросы эффективнее решались на местном же уровне? Он говорил в Нижнем Новгороде на встрече с главными редакторами ведущих СМИ ПФО. Позаботиться о том, чтобы город был чистый, транспорт работал без перебоев, а в домах были свет, вода и тепло – это забота городских властей. Другими словами, проблемы города в первую очередь должны решаться на городском уровне. Подобную позицию полпредпрезидента в ПФО высказывал неоднократно. К примеру, на встречах с главами крупных городов по Волжье. Проблемы, которые непосредственно касаются человека, должны решаться на местном уровне. Нужно таким образом перестроить полномочия, создать такую нормативно-правовую и экономическую базу, чтобы эти вопросы решались на местном уровне – в своем городе или поселке. Тогда и федеральный центр избавится от избыточных полномочий. Но главное – люди будут понимать, где какой вопрос, в какие сроки будет решена их проблема. Это та модель, к которой надо стремиться. Зашла речь об этом и в Нижнем Новгороде. Мы в течение года, работая в четырех рабочих группах, которые возглавили мэры наших крупных городов, проинвентаризировали практически все законодательство, как федеральное, так региональное и муниципальное, внесли более 240 предложений в нормативно-правовую базу. С точки зрения повышения эффективности местного самоправления по различным направлениям деятельности, начиная от вопросов благоустройства, транспорта, коммунального хозяйства, заканчивая вопросами делегирования полномочий местному самоправлению. Полпред отметил, делегирование полномочий не должно означать, что на городские власти попросту свалят дополнительные обязанности. Новые заботы планируется подкрепить средствами. И это еще не все. Следующее направление нашей работы – это снижение давления контрольно-надзорных органов на местное самоправление. Тоже, вы знаете, мы достаточно активно этой темой занимались. В прошлом году вместе с заместителем генерального прокурора провели такое масштабное совещание со всеми контрольно-надзорными структурами нашего округа. Разговор был нелицеприятный. Мы проанализировали все претензии, которые были к местному самоправлению. Ну, некоторые претензии там доходили до абсурда. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Вы помните, мы с вами уже на эту тему говорили. И мы пошли, может быть, таким нестандартным путем. Было принято решение о том, чтобы в каждом регионе создать межведомственную рабочую группу под руководством главы субъекта, в которую вошли все руководители контрольно-надзорных органов. И в ежеквартальном режиме шел такой полноценный анализ всех претензий, которые выдвигались к органам местного самоправления. Законопроект о снижении контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления уже внесли в Госдуму. Уже с 1 января следующего года закон должен вступить в силу. Такую задачу поставил президент России. Он уже совсем близко. Ждать осталось недолго. О том, как город готовится встречать Новый год, что ждет чебоксарцев канун праздника и главную ночь года. Мы побеседовали с главой города Леонидом Черкесовым. Новый год – это праздник для всех праздник. Особенно мы должны сделать такой праздник для детей. Сказкой должно быть. Мы ставим задачу, что каждый ребенок должен быть охвачен. Во-первых, по месту учебы или пребывания в детском саду. И по месту работы родителей. Ну и готовим город тоже подарки. Не менее 4 тысяч подарков будет нашим юным горожанам. Во-первых, это малообеспеченные семьи. Эти дети-сироты. Ну и те дети, которые отличились. Это отличники. Это победители Олимпиад. Участники всероссийских, республиканских соревнований. Активисты города. Но для них хотим провести елки. Елки главы города будут. И до Нового года, и после Нового года. Но создавать новогоднее настроение горожанам начали заранее. Наша задача была к 10 числу максимально город оформить. Главное, елка готова. И много новых световых конструкций. Вообще, если посмотреть, Чебоксары ночью красивее, чем днем. А сейчас мы планируем и баннеры. Баннеры повсеместно посвящены новогодней тематике. Конечно, и снежные фигуры будут. Фигуры изо льда. Но вот сейчас Волга еще пока не замерзла до того уровня, который необходим для создания фигуры. Поэтому они, наверное, может, к Новому году не успеем. Фигуры изо льда. Но вот когда погода установится, морозная, крепкая погода, фигуры изо льда будут. Кстати, так совпало, что в конце декабря чебоксарцы будут ждать не только Новый год, но и Олимпийский огонь. Огонь Олимпиады пройдет по улицам города 27 декабря. Это тоже самое, наверное, важное событие накануне Нового года. 33 километра огонь Олимпиады пронесут более 160 горожан, жителей нашей республики, известные спортсмены, представители официальных спонсоров по улицам города. К этому времени мы готовимся, готовим маршрут. Как раз 27 часа на Красной площади до Олимпийского огня мы здесь проведем зарядку. Зарядку за звездой. Тоже здесь будут известные политики, спортсмены. Но уже это, если мы раньше зарядки проводили массово на день, город на день, республики, ну и другие, 100 дней до Олимпиады было. А сейчас мы проведем зимнюю такую зарядку, где массово горожане могут принять участие в этом мероприятии. Но я хочу обратиться к горожанам именно 27-го. Постараться не выезжать в город на личном транспорте. Потому что многие улицы поэтапно будут перекрыты. Мы своевременно будем информировать и газеты, и телевидение. Сейчас окончательно арткомитет состоится, и где, какие улицы последовательно будут перекрываться. Если посмотреть в других городах, то в других городах полностью движение транспорта по всему городу перекрывать. Мы этого не хотим. Мы поэтапно хотим перекрывать, где будет перемещаться Олимпийский огонь. Поэтому графики до населения, до горожан доведем. Это все, что мы хотели рассказать вам о местном самоуправлении сегодня. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!